в подтверждение того что международный микрочип действительно работает и что вживляется он не для красоты не для красного словца когда мы сходили к нашему ветеринару значит данный микрочип у Сибири успешно считали соответственно следующие мои действия были я зарегистрировала его в местной поисковой службе и далее как это работает там создается аккаунт на владельца туда вносится соответственно питомец и все данные которые хозяин считает нужно внести ну соответственно у нас в полном объеме там телефоны наши адрес чтобы не дай бог случае чего с нами можно было беспрепятственно и незамедлительно связаться значит далее данная служба берет и отправляет письмом вот такой жетончик на обратной его стороне указан номер микрочипа и он находится в таком силиконовом колечке чтобы он там не брякал не звенел и вот так и значит данный жетончик вешается на ошейник соответственно далее как это работает если не дай бог собачка теряется если на ней ошейник и жетончик так легче всего это человек нашедший животное сразу понимает что она чипирована до что у него есть дом и соответственно обращаются в ближайший или полицейский участок или ветеринарную клинику где есть устройство посчитывание микрочипа и далее по базе данных быстро вся информация по животному пробивается и животное возвращают хозяева ну конечно же речь идет о том что если человек порядочный но на самом деле непорядочным быть тоже наверное здесь не так просто потому что ты же все равно будешь собака завязана с тем что ты должен ходить ее вакцинировать водитель на к ветеринару ну то есть ты по сути от этого никуда не денешься но либо ты будешь совсем просто безответственным человеком который решит не вакцинировать и держать у себя найденное животное и более того здесь даже отблок клещей здесь еще обязательно собаки должны проходить обработку вот сердечных паразитов так как есть проблема в области по этому поводу ну то есть тебе хочешь не хочешь к ветеринару прийти придется и ветеринарной клинике особенно если животное новое там даже там где они спросят да там они сразу считают чип и если считают чип и увидят что там какая-то другая информация ну к тебе соответственно сразу будет много вопросов поэтому в принципе тут наверно так не заведено тут действительно если животное теряются люди стараются ему помочь и вернуть его домой а вот как это еще работает в этой службы есть и сайт и система оповещения то есть я вот например у нее там записано как волонтер и соответственно когда в нашей области здесь где-то там в радиусе милли десяти теряется животное по волонтерам и вообще по всем людям у кого зарегистрированы микрочипы у животных приходят оповещение на почту смс о том что было потеряно животное в такой-то день заявлено пропажи и в какой области там увидели последний раз фотографию если владелец прилагает и какая-то информация соответственно тоже по предъявлению владельца ну и соответственно животное ищут меня у самой лично был прошлым летом опыт когда в наш бархат забежала собачка потерявшаяся кстати это был пуделек у нее не было ошейника и в итоге обратившись в полицию она была чипирована по чипу пробили хозяев выяснилось в итоге что хозяйка уехала в отпуск и доверила ухода собачка своему брату и брат успешно пёсика профукал он приехал там весь и слезах соплях но был рад конечно же что собачку нашли что с ней ничего не случилось слава богу потому что у нас вообще тут не шуточку нас тут бегают койоты по лесам поэтому да конечно очень повезло собачки ну вот малышка вернулась домой не знаю рассказал ли он владелец и про эту историю или умолчал неважно а вот так что это такая вещь которая действительно работает ну вот мы этот жетончик долго ждали кстати обычно почта работает очень хорошо но видимо нам этот жетончик не знаю с почтовыми голубями слали наконец-то он приехал и наконец-то я его сейчас все повешу уже на ошейничек сибири так